на записи тут вам только один кто-то может нажать на запись я могу только остановить и все хорошо ну вот катя уже проговорилась в рамках нашей записи то есть за рамками нашей записи о том что дисциплина это очень важный момент дело в том что мы сейчас с вами встречаемся 30 октября у нас тут объявлена акция в daisy она заканчивается завтра 31 октября для кого-то кто-то не помнит что в октябре 31 день кто-то считает что сегодня заканчивается тем лучше вот тем быстрее будет терпеть что еще один целый день можно еще делать доли 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 да и мы как раз говорили о том вот катя говорила о том что дисциплина очень важная вещь вот и сравнила с армией после которой даже самые расхлябанные пацаны выходят такими дисциплинированным подтянутым мужиками с рельефом в теле и в общем это хорошая аналогия к тому что мы будем сегодня говорить о лидерстве мы будем говорить сегодня о том как вести за собой потому что лидерство это именно такое вот и прежде всего конечно надо уметь вести за собой самого себя если ты можешь совладать самим собой даст из какой-то своей дисциплины собственной тогда ты можешь повести остальных хотя лидерство бывает разное тут я должен вставить такую шпильку не все так идеально иногда бывает расхлябыванные люди так успешны сетевой компании потому что им удалось так или иначе там двух-трех лидеров привлечь и они выталкивают вверх вот одного лидера привлечешь он тебя не вытолкнет вверх потому что ну у нас тут правило 50 процентов квалификации не хватит на все хотя что-то получится до объем будет я не лава будет но по полной ты не получишь а вот если ты трех-четырех лидеров привлек более-менее одинакового калибра сам ты при этом может быть расхлябанный такой бывает мы просто случайно привлек туда сетевой бизнеса такая возможность и наш маркетинг это позволяет ты можешь здесь быть прям на коне без всякой дисциплины ты привлек ты сделал когда-то работу и вот ты на коне ты можешь даже не выступать вот я например у меня есть несколько кураторов от меня до верха компании да и никто из кураторов не выступает не является лидером наяву на виду скажем так бойцы подпольного фронта вот и тем не менее это не это им позволяет имеют скажем меня в организации да и еще там три-четыре лидера ну какого другого пошива но все равно лидера и хорошо получают поэтому сетевой маркетинг это не то что вот мы сейчас вам рамки такие за один вот дисциплина вот там ежедневная работа два раза в неделю марафон и тогда только вы будете лидерами нет пути господни неисповедимы и здесь сетевом бизнесе это правило работает но но повезет тебе или не повезет это один вопрос кого-то там привлек и чё и как а если не повезет то именно вот то о чем катя сказала дисциплина приводит к результату именно дисциплина это именно возможно скажем так у нас же нет начальника тебя никто не будет погонять а вот когда ты сам себя можешь настроить и каждый день действовать ну о чем мы здесь говорим мы говорим о реферальной программе если просто инвестор то какая тут школа лидерства ты инвестировал все собственно у тебя школа лидерства в чем-то другом если тебе еще инвестировать ты там в своем бизнесе в какой профессии там лидируешь там да что такое а мы говорим в лидерстве именно в ракурсе дейзи а это соответственно умение привлекать людей строить реферальную сеть вести за собой любите объяснять им вот здесь есть определенная технология как стать лидером потому что лидерами не рождаются хотя есть что-то врожденное но все-таки мастерство лидерства она оттачивается и вот мы сегодня хотели поговорить об этом как его оттачивать это мастерство лидера вот потому что и катя помнит и я помню как мы пришли только в дэйзи были нулями большими мы пришли в начале там все были нулями вот но кто то стал столпом а кто-то немножко опоздал, кто-то что-то проспал, кто-то включился. У кого-то какой-то свой срок включения. Если ты проспал, это не значит, что ты все. Вообще-то в Дейзи сейчас только все начинается. Поэтому время лидеров тут еще впереди. Другой вопрос, что, конечно, круто, когда время лидеров начинается, а ты уже тут лидер. Понятно, ты еще больше здесь заработаешь, потому что волна лидерства тебя еще больше вытолкнет. Но, скажем, сейчас ты можешь заработать в ближайшие 50 лет, скажем, 50 миллиардов долларов в Дейзи. Ну, если ты уже лидер, если ты уже два с половиной года с Дейзи. А если ты только сейчас вступаешь, ну, 49 миллиардов долларов ты заработаешь. Ну, да, поменьше. Но это все равно тот же порядок, потому что путь Дейзи только начинается. И тут самое время поговорить о технологии лидерства. Здесь я хочу, Катя, передать слово тебе, потому что тебе явно что сказать о рельефе и о мышцах. Спасибо большое, Леша. Ты знаешь, я перед тем, как мы начнем немножко так разбирать все то, вот о чем ты сказал, немножко, я думаю, стоит поразбирать, поковыряться в этом. Но сначала я бы хотела вот задать вопрос ребятам, которые сегодня с нами присутствуют на конференции, которые не будут нас смотреть в записи, да, а которые именно сейчас присутствуют. И я прошу ребят проявить активность, проявить лидерскую позицию, пообщаться, не отсиживаться в стороне. Я не прошу включить даже камеры. Я знаю, что мой ответ ушел в темно, мой вопрос идет в темноту и в тишину по поводу камер. Но хотя бы давайте в чате сделаем небольшой такой интерактив. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, вообще вот эта тема лидерства, она для чего нам? Как бы инвестиционная, как бы, ну, Илья ругается, она не инвестиционная компания, но по большому счету чисто характеристика, чисто характеристика, да, это компания, в которой работает, как говорится, финансовые продукты, создают нам деньги. Кто хочет, тот занимается реферальной программой, кто не хочет, тот не занимается реферальной программой. Причем тут лидерство, и зачем вообще на это время тратить, и зачем вообще об этом говорить? Напишите ваши мысли, для чего, в общем, тема лидерства, она нужна. Потому что, с одной стороны, она немножко затертая, вы понимаете, сейчас со всех сторон это лидерство. Лидерство звучит, а ты лидер, ты лидер. И я сталкиваюсь в последние годы с тем, что, в принципе, термин лидера, он у каждого свой. Очень относительное понятие, у каждого свое закладывает в понимание лидерства. Мы сейчас разберем по терминологии лидерство для успеха в Дэйзи, потому что лидерство, оно разное бывает, да, лидерство в семье, лидерство среди друзей, лидерство в спорте и там, ну, где угодно. То есть лидерство, оно разное, как Алексей сказал, но абсолютно разное и для разных целей. Мы сузим сегодня нашу направленность, потому что нас интересует все-таки успешность в Дэйзи. Нужно ли здесь вот это вот, нужно ли нам это лидерство и какое оно вообще в вашем понимании? Напишите пару слов в чате. Можете, кстати, микрофон взять. Я так и не выключила микрофон, и вы можете включить и там буквально там предложение два сказать. Что в вашем понимании лидерства? Попа, побудьте в диалоге, ребят. А я немножко добавлю к твоему спичу, так как я уже написал ответ, зачем нам... Укачать мышцы. Да, про лидерство. Поэтому я могу первое выступить, поднять руку и сказать, вот у меня есть такое собственное открытие, фраза такая, в юношестве я еще ее произнес, и прямо она подтверждает в себя 100 миллионов раз. Самостоятельности можно научиться только самостоятельно. То есть вот есть вещи, которым, ну, никак не научишь. Лидерство, оно где-то здесь тоже на грани. То есть ты не можешь человека научить лидерство, если он сам себя не научит лидерству. Ты не можешь человеку, я не знаю, там, дать лопату и сказать, вот, копай отсюда до обеда, да? Если он, ну, если ты его, не знаю, там... Короче, у поняли. Можешь его заставить, если скажешь, что я тебе заплачу за это 2 рубля. Ну, здесь не брейка мотивашки, да? То есть ты, ну, вот лидерство не относится к этому, потому что, ну, да, ты можешь заставить человека работать, ты можешь его пнуть, чтобы он какое-то время копал, да? Но если у него нет внутри вот этого огонька, если он сам не зажигает самого себя и остальных, я не знаю, что тут поделать, прививкой это не лечится в садике, это не воспитывается, это можно подчеркнуть в садике, ну, в воспитании и так далее. Не загасить, но, как бы, вот, родить лидерство, да, родить в человеке это чувство, это где-то все-таки внутренняя вещь, то есть это должно родиться изнутри. Вот, поэтому, как бы мы не хотели... А что ты скажешь на тему, лидеры лидерами рождаются или лидерами становятся? Ну, я скажу, что и лидерами именно становятся, но становятся, опять же, изнутри. Тут важно вот что, тут важно не погасить лидерство, потому что лидерство свойственно гораздо большему количеству людей, чем есть лидеров. Но очень много лидеров потухших, которых просто били по рукам много, вот, которые поникли, да, которые стали вдруг считать, что они никчемны. Вот, и вот от этих установок всех, ну, они могут идти из детства чаще всего, ну, и также от юности, там, от каких-то ситуаций жизненных и так далее, вот от этих всех установок, которые мешают тебе быть лидером, от страхов, от комплексов, надо уметь избавиться. Вот об этом можно говорить. Вот пишет Наталья, для кого-то необходимо самоутвердиться, а для вас, Наталья, для вас лидерство – это что? Надя пишет, лично для меня вернуть уверенность, то есть проявить лидерство – это вот уверенность в себе. Остальные все очень стесняются. Анастасия проявила лидерство и спросила, что за акция? Хочу продолжить вот, Алексея. На самом деле, слушай, Алексея, мысль такая возникла о том, что лидерство – это вот внутренняя потребность человека, начиная прямо с детского возраста. Вот если мы даже вот наблюдаем за детьми, вот есть, видим, кто явный лидер, кто нет. Поэтому вот здесь правильно Алексей отметил, что его можно задавить с одной стороны, да, но если внутренняя потребность есть, внутренняя мотивация в этом лидерстве, ну, и задавить его сложно опять. Вылезет в итоге все равно. Вылезет, в любом случае вылезет, да. То есть поэтому, ну, наверное, все-таки рождаются с лидерскими качествами. Рождаются, рождаются. Рождаются сложнее. Опять же, это если только на уровне осознанности уже, вот человек понимает, что ему это нужно в жизни, что ему это пригодится силой воли, усилиями, собственно. Ну, он, конечно, может в себе воспитать лидерство, но это сложнее. Да бывают, наверное, люди, которым это и не надо. Просто рождаются для другого. И поэтому, что в нем воспитывать? И вот нам, наверное, в сетевом бизнесе очень важный вопрос. Знаете, есть такие метафоры очень частые, да, что найти бриллиант, да, то есть вот когда жемчужину поймать, да, вот сколько устриц надо или раковин там раскрыть, да, и только в некоторых из них будет жемчужина, которая там оправдает все твои усилия. Вот. И что мы делаем? Мы тоже отсеиваем среди тех людей, с которыми мы разговариваем, всех, кто лишний, которые забирают энергию у вас, а не дают наоборот, да, в поисках тех золотых кораблей, вот это вот такое выражение из устойчивого, золотой корабль, да, которые будут плыть под парусами, сами. А вы к этому ветру, который их подгоняет, еще чуть-чуть своего такого будете добавлять в эти паруса, вот, чтобы корабль тех, кого вы нашли, плыл еще сильнее. Более того, можно даже оставаться в тени этих кораблей. Понимаете, тут опять возвращаясь к тому, о чем я говорил, что сетевой маркетинг – это такая возможность, что ты найди золотых кораблей, ну, хотя бы парочку, это минимум отлучит, 4-5 на самом деле. И, в общем-то, они тебя вытянут. И, может, даже не в лидера, но в богачи-то точно. Но самое главное для того, чтобы найти этих и привлечь, и чтобы этим лидерам было интересно с тобой, конечно же, прежде всего, ты должен попытаться как бы самому, самому, как ты вначале сказал, самому себя вытащить. Ну, что-то из себя представлять. В лидерскую какую-то позицию. Потому что мы должны, конечно, с вами понимать, что существует закон, закон коммуникации, что если человек как бы из себя представляет просто обычного человека, который там привык, ну, вот, исполнять какую-то работу, да, ходить на работу, выполнять за зарплату какие-то там, вот, моменты такие, да, и, ну, он мало что представляет из себя, допустим, ну, в какой-то специфике, касаемо, допустим, нашей деятельности, еще пока без опыта, без каких-то определенных достижений, при каких-то, вот, лидерских позициях, да, иногда бывает человек еще ничего не понимает, но он в самом начале сразу уже проявляет борзость, настойчивость, он все на лету схватывает, он заявляет большие цели, задачи, и он даже без, скажем так, маленького опыта может притянуть к себе каких-то таких вот амбициозных лидерских людей. Но по большому счету закон коммуникации, что люди притягиваются подобные, хотим мы этого или нет, поэтому, если мы хотим, чтобы в нашей структуре срабатывал процесс дублицирования, а это и в жизни срабатывает, да, то есть все наше окружение, это отражение нас самих, то, конечно же, мы должны понимать, как тот вопрос, который я задала, зачем оно вообще, это лидерство, зачем оно вам, зачем оно Дэзи, вот, и когда вы поймете, зачем оно вам, почему вы лично должны стать лидерами, вот, сами для себя должны, да, то есть никто здесь сверху, никто не скажет, вот, надо быть лидерами. У нас вообще, в принципе, 80% людей просто инвесторы, поставили деньги, и никому ничего не надо, у них своя деятельность, свои занятия и все. Но те люди, которые развивают именно реферальную программу, те, которые в активном, как говорится, в активной деятельности в Дэзи, то это, конечно, без понимания лидерства, без, скажем так, отработки лидерских навыков, без включения в нашу ежедневную деятельность лидерских позиций, конечно, большого какого-то результата мы абсолютно никакого не достигнем. Вот, знаете, хотела сравнить, как вы считаете, есть разница между боссом, он же тоже лидер, да, босс, любой руководитель, то есть между боссом и лидером. Есть какая-то разница, как считаете? Нет, она однозначно есть. В чем она, в чем она, как считаете? Конечно, есть. Это сто процентов. Ну, босс, ты на босса работаешь. Он твой начальник. А лидер, это тот, который учит. Лидер, чем больше ты будешь зарабатывать, тем больше лидер будет зарабатывать. Я думаю, так. То есть я перевожу, Ир, правильно, что босс, это который может приказывать, указывать, распоряжаться, а лидер, который заказывает лидерам, да? Да. Лидер, лидер, это тот, который, как говорится, учит, да. Я вот, например, мой лидер, это Катерина моя, Жгулова, вот. Она же меня учит, я у нее учусь. И чем, как говорится, я буду больше зарабатывать, тем и Катерина будет зарабатывать. Ну, это так, образно. А она тебе не приказывает ничего? Да, конечно. Нет, конечно. Попробуй. Приказала, Алексей, приказала ехать на Алтай. Приказала ехать на Алтай. Ты это не сделаешь, но это не приказ. Это, знаете, как сказать. Это дружеский совет. Ты это не сделаешь, я тебя убью. Тогда получается дружеский, настоятельный совет. Да. Абсолютно верно, Ир, трактовка. Но я немножко прям уточню, знаете, в чем. Босс, для босса все люди, все люди, которые на него работают, они могут быть в жизни лидерами, они могут быть очень умелыми, они могут быть очень интересными, образованными. Но для босса все люди, это люди, это инструмент, это инструмент для достижения собственной цели, собственной, одной-единственной. А лидер объединяет людей и двигает их для развития одной общей цели, в которой заинтересованы все. Да. Это лидер больше осознает, что если эта цель будет достигнута, то будет всем хорошо, не только этому лидеру. Вы замечали ситуации такие, иногда такие провальные ситуации, иногда такие, знаете, застойные, иногда беспокойные какие-то ситуации в жизни происходят, но потом появляется какой-то человек, и вдруг становится все как-то спокойно, прозрачно, светло и понятно, что дальше делать. Замечали такие ситуации? Это как раз проявление, что в обществе, в каком-то комьюнити появился лидер, который взял на себя ответственность и показал путь. То есть лидер – это всегда, конечно, человек ведущий, неведомый. Это человек, у которого очень серьезная самомотивация. То есть лидер без самомотивации – это не лидер. То есть лидер – это человек, который, конечно же, ни в коем случае не требует, чтобы его кто-то уговаривал, двигал, создавал ему какой-то ритм работы, движения, говорил ему про какие-то цели. То есть лидер – это человек, у которого вся движущая сила, она находится внутри. Почему я проговорила именно вот об этом, что лидер – это, в отличие от босса, это человек, который объединяет людей ради одной большой общей цели, в которой заинтересованы все. У нас с вами есть Индотек, у нас есть Дэйзи, у нас есть Ликвид, у нас есть мы. То есть есть Дэйзи – это наши руководители, которые создали эту платформу, и есть комьюнити. То есть у нас есть, скажем так, несколько составляющих, и на всех этих составляющих есть одна большая гигантская цель. Если эта цель будет достигнута, если будет развит Индотек, достигнет цели своих Индотек, если Дэйзи будет работать без, скажем так, всяких сбоев, без каких-то провалов, будет гармонично, классно продумывать разные маркетинговые программы, благодаря которым люди будут себя комфортно чувствовать, зарабатывать деньги, достигать своих задач. Если у Ликвида все инструменты будут работать, если люди в сообществе будут становиться образованными, состоятельными, это единая заинтересованность, которая нужна сегодня абсолютно всем. В такой ситуации, когда мы понимаем, что лидер является движущим мотором, то есть основной силой во всем этом, представляете, в Индотек, все, что я назвала, все вот эти ячейки будут продвигаться только, если есть лидерская составляющая у каких-то определенных лиц. Как вы считаете, Анна Бейкер в своем сообществе, она лидер? Конечно, лидер. Но одновременно и босс. Ну да, но она лидер мнения, она лидер в технологиях, она лидер в понимании, она не боится создавать то, что другие боятся и не понимают. Она делает, она проходит через ошибки, она бьется, она вкладывает в это деньги, она тащит эту идею, и за ней очень много последователей, то есть люди, ученые, и специалисты, эксперты, которые с ней вместе работают. Но кто это все тащит на себе, как идеолог? Конечно же, Анна. В нашем сообществе наши руководители Илья, Джереми, Эдуард, они являются лидерами? Они даже не боссы, они лидеры. Еще как, это очень сильные лидеры, которые взяли на себя ответственность создать модель, модель, увидели в будущем, что можно из этого создать, не побоялись позвать со всего мира людей, взяли на себя, правильно Алексей пишет, взяли на себя ответственность, объявили, как они видят эту бизнес-модель, и что она будет людям давать, без капли, без нано-частицы, в сомнении, в страхах, а вдруг не получится, а вдруг что-то не срастется, а вдруг искусственный интеллект не создаться, а вдруг, а вдруг, а вдруг. У них вот этих «а вдруг» вообще не существует. То есть лидер – это показатель без единого сомнения. Это на уровне руководства, это на уровне людей, комьюнити, это на любом уровне, ребят. Итак, если вы претендуете за собой вести людей, у вас вообще ни на секунду, никогда не должно быть сомнений, никогда, ни в себе, ни в том, что вы делаете, потому что лидер, еще раз повторю, это ведущее звено, оно, ну, оно, оно лидер, это звено, оно ведет за собой, и человек, который может вести, он очень необходим сообществу, любому сообществу, но поведет он только в том случае, если люди увидят уверенность, уверенность в глазах, уверенность в действии, уверенность в голосе, уверенность в понимании будущего. Даже если эти вещи, даже если что-то происходит, как бы не так, как запланировано вот именно вот в момент старта, но все двигаются в едином направлении, все развиваются, за счет лидерства, за счет именно этого общего развития лидерства преуспевают все, абсолютно все преуспевают. Поэтому лидер – это ключевое звено, именно поэтому по программе по реферальной Дэйзи на самом деле в программах Дэйзи заложены неимоверно огромные деньги. Поощрение лидерского звена в Дэйзи выделено очень сильно. Не какими-то там мотивашками, не какими-то там просто путешествиями, да, там купил там путевку, отправил людей, как говорится, вот тебе поощрение за то, что ты сделал там товарообороты в миллионы долларов в компании. То есть на самом деле созданы программы, которые лидеров могут сделать раз и навсегда очень богатыми людьми. Почему это сделано именно в Дэйзи? Почему они продумали такую реферальную программу, в которой такой серьезный, скажем так, очень большой, не разрыв, а очень серьезный акцент сделан именно на поощрении лидеров. Потому что, ребят, на самом деле у нас невероятно борзая, как Алексей написал сейчас в чате, у нас невероятно борзая цель у компании. Не все компании ставят такие цели. Говорят многие компании о том, что мы пойдем туда, мы пойдем на север, мы пойдем на север. Вот говорят многие, но ставить перед собой на самом деле такую задачу и идти к ней, двигаться, и мы видим, что они к ней двигаются, на самом деле это очень смелые. Это, знаете, это исторические такие, когда мы смотрим с вами фильмы, когда история там уже состоявшейся компании, и мы видим, что какой-то создатель, который был там голодный, холодный, в рваных штанах, и у него была какая-то смелая, дерзкая идея, в которую верил только он один. Никто больше не верил, все над ним смеялись, а сегодня это какой-то там известный крутой бренд, за который люди готовы платить миллионы и так далее, и так далее. То есть вот это примерно из этой же истории. То, на что рванула Дейзи вместе с Индотек, на самом деле это, ну, ее, знаете, однажды, ладно, не буду говорить, неприлично звучит, но есть такая поговорка одна, которая, которую можно сказать в индивидуальной работе, когда ты индивидуально с человеком работаешь, но она передает, скажем так, всю суть лидерства, вот, всю суть лидерства она передает, вот. Но с трудом... Ты не вылываешь рыбку из пруда? А? Без труда не вылываешь рыбку из пруда? Ну, это очень, скажем, мягко по сравнению с тем, хотя я эту фразу слышала много лет назад и слышала ее на большой сцене от большого-большого сетевого лидера, который не постеснялся сказать ее на... Ну, скажу без добавления одного слова, ладно? Как бы, чтобы было понятно. Мягким детей не делают. Вот такая однажды прозвучала фрага. Не пальцем и не палкой делают, да? Да, да. То есть для того, чтобы достичь, для того, чтобы осуществить, на самом деле, план, для того, чтобы осуществить большую затею, в которую закручено очень-очень много, конечно, без лидеров, которые умеют поднять за собой тысячи и тысячи людей, то, что, знаете, то, что есть лидерство, скажем так, как бы разными форматами, то, что есть лидерство на уровне, там, 10 человек в команде, там, 100 человек в команде, там, 300 человек в команде, это одного уровня лидерства. Это тоже хорошо. Такие люди тоже уважаемые, и они тоже хорошие бонусы получают, и больше долей получают, и больше по реферальным получают, программа в большей степени резидуального бонуса хорошо получат. Но чтобы забрать самые основные, самые, скажем так, высокооплачиваемые, самые высокооплачиваемые бонусы, конечно, нужно проявить лидерство, которое исчисляется миллионами-миллионами долларов товарооборота. Почему? Да потому что в этом заинтересована вся наша система. Вся, вся. То есть, когда мы говорим о маленьких, о маленьких шагах, это все будет растягиваться в длительное-длительное время, и самое страшное, что может произойти, вы же понимаете, как сегодня очень быстро меняется мир, как быстро меняются технологии. Сегодня один год такой, завтра другой. То, что мы будем тянуть и создавать, и телиться там 5-10 лет, многие люди сделают это за полгода, за год. У нас нет много времени, у нас нет времени тележиться и ждать, когда какие-то лидеры созреют. Поэтому сегодня ставка на тех, кто созрел, на тех, кто пашет. Именно им заложено в Дези гигантское количество денег. И как раз люди, которые имеют маленькое лидерство в своем сознании, они этих денег и не видят. Понимаете, это как, знаете, как это называется, когда ты картинки смотришь, как бы смотришь, картинка одна. А если ты зрение правильно настроишь, там внутри уже картинка другая, в 3D объеме. Как это называется техника? Вы меня поняли, да? 3D-картинки. Продают такие книжки, да, 3D-зрение. Да. Вот здесь такая ситуация, что прямой взгляд, как бы на том уровне сознания, лидерства, которое у тебя есть, ты видишь одну картинку. Как только ты поднимаешь собственный уровень сознания, как только ты поднимаешь собственные амбиции, включаешь в себе лидерство, смелые, совершенно другие планы и действия каждый день, у тебя открывается вот эта картинка, ты начинаешь видеть совершенно другие деньги в компании, совершенно другие действия в компании. Поэтому на самом деле тема лидерства, она очень глубокая, она очень, она тема бизнеса, то есть это бизнес мышления, лидерство это бизнес мышления, потому что считать деньги, кажется, что все могут, да, заходить там в кабинеты, смотреть свою доходность, ну. Чужие деньги все могут. Да, говорить о том, что, ну, что-то вот, что-то не работает или что-то мало, это да, но лидерство здесь, оно скрывает очень много разных таких грани, знаете, которые, конечно, стоит открыть, потому что они принесут очень много вкусного. Поэтому давайте, знаете, о чем порассуждаем? Давайте порассуждаем, из чего на самом деле вот это лидерство состоит. Оно же состоит из разных таких качеств, да, разные моменты, разные качества нужны для разного, скажем так, действия. Вы можете сейчас в чате написать, как вы считаете, какими качествами должен обладать лидер. А мы на эти разные, вот, скажем так, слова давайте порассуждаем. Ну вот у меня тоже есть несколько, я себе тут накидала несколько, несколько таких... Давай немножко паузу. Давай. Ну, попеременно будем. Давай, 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 ты говори, я сразу стоп. Да, вот я тут записывал просто по ходу. Ты видел, уже много написано. Да, да, я вижу. Что было, что сказать, да, просто я тебя не хотел прервать. Если бы ты был мужчиной, я бы тебе сказал бы, ну-ка, да, я скажу, вот, так я тебе любезно даю возможность все высказаться. Вот, тут есть несколько понятий, мне кажется, цепануло, когда-то сказал дерзый, борзый. Вот это прямо слово у меня цепануло, я его поэтому еще раз написал в чате. Вот, дерзкий, борзый даже. Вот, лидер это... Знаете, я знаю много лидеров, и вот есть одно общее, что связывает, ну, там не одно общее, там много чего общего есть связывает, но одно из них, это вот именно слово дерзкий и слово борзый даже. Дерзкий это мягкая степень борзости. Потому что лидер, он, вот, Джереми, он у нас дерзкий, потому что он говорит, вот, миллиард, мы должны привлечь и все. Что такое миллиард? Это колоссальная ответственность, это огромные обороты, понимаете? Это, ну, это серьезная цифра. Не каждая сетевая компания дорастает вообще до оборота миллион, миллиард долларов в управлении. И он ставит эту цель дерзко. Ну, и ребята, Эдик с Ильей подхватывают, я думаю, что это его цель. Вот это он такой прожектор у нас там, Джереми. Вот. А есть борзый. Борзый это который может построить какой-нибудь схематоз. Там идет какое-нибудь мероприятие, там какой-нибудь промоушен объявлен. Он так собирает своих лидеров, говорит, так, смотрите, сейчас дают две доли, давайте я вам дам одну, если вы сделаете мне то-то, сё-то. Давайте. Или который говорит там, так, у меня есть деньги, сейчас я самого себя под самого себя подпишу и сделаю пейсеттер сам с собой. Это как бы вроде не оговорено в правилах, то есть нет такого. Но это не запрещено. И вот надо иметь борзость, в том числе, чтобы сделать так. И когда ты показал этот пример, вот ты сам типа стал пейсеттером на своих деньгах, ты можешь и других таких привлечь, которые на своих деньгах станут этими пейсеттерами. Если ты не сделал этого, то вряд ли таких привлечешь. Вот поэтому, чем больше дерзость, а иногда даже и борзость, тем больший спектр лидеров ты способен притянуть. Вот я хотел подчеркнуть. И тут надо иметь смелость быть дерзким, потому что лидер – это тот, который действительно может встать и сказать, на партсобрании может встать и сказать, я не согласен. Или, а почему бы нам не сделать так? Или, а давайте мы сделаем немножко по-другому. А я считаю, что вот эта цель правильная. Ну и так далее. То есть, когда человек не боится, не то, что, знаете, страх потерял, а в том смысле, что мы же часто… Да простая бытовая ситуация. Вот недавно Таврию, что ли, не помню, какую-то машину, Ладу какую-то там подарили мужчину преклонных лет, который где-то в Подмосковье спас мальчика от кражи телефона. То есть, парень там какой-то выхватил у мальчика телефон и побежал. Этот дяденька преклонных лет не побоялся поставить ему подножку, задержать за шкирку и как бы отобрать телефон. Вот ему подарили за это автомобиль. Где-то в Подмосковье, где-то там в этой части России, да? Но это надо иметь лидерское качество. А у нас что? Вот тоже я видел недавно один видос. То есть, избивали какого-то мальчика в какой-то школе. И все мимо проходили. Понимаете, пока один мужик не нашелся, который подошел и разогнал эту компанию. То есть, лидерство – это вот оно при отсутствии страха только достижимо. Если ты боишься высунуться, сказать что-нибудь, спросить что-нибудь неудобное там, да? Какую-то мысль высказать. А вдруг обо мне подумают, что или я что-то не знаю там. И когда у тебя денег нет, ты сидишь в ресторане. И ты смотришь так, тебе говорят, а хотите вот там фриканчоусов с махмутками? Ты такой думаешь, а сколько они стоят фриканчоусов с махмутками? А где это в меню? Покажите, где это в меню, да? И ты как бы с таким важным видом, где это в меню? А на самом деле ты смотришь, сколько они стоят, да? А если у тебя есть деньги, ты прям берешь и говоришь, фриканчоусов с манжутками, а сколько они стоят? И как бы, ну что такого в этом? Ты спрашиваешь, может, у тебя вообще миллиард за пазухой, но ты бережливый человек. На Рокфеллера посмотрите, он вообще доллара лишнего не потратит. А что за комплекс такой? Спросите, сколько это стоит. Лидер не боится вот так вот грудь выпить и сказать, вот так вот будет. Или, а почему так? А сколько это стоит? Поэтому отсутствие страха – это одно из главных качеств лидера. Но, опять же, не отсутствие страха. Потому что, знаете, страх потерял – это другое выражение. Это когда человек вообще безбашенный, и он может в пропасть прыгнуть, или с пятого этажа. Но страх немножко сумасшедший такой. В другом смысле – это когда страх может нам преодолеть. Управляем. Потому что страх, он при тебе остается. То есть это же какой-то инстинкт. И там тоже не выглядеть плохо, там какая-то стеснительность. Это все тоже, ну ты же должен себя оценивать. Потому что ты можешь быть таким лидером, что от тебя все отвернутся и убегут. Лидера-одиночка. А у нас другое лидерство здесь в этом бизнесе. У нас такое лидерство, за которым должны все пойти. Поэтому да, надо где-то царя в голове уметь, поэтому страх должен быть просто контролированный. То есть надо… Вот у тебя там ты потеешь, ты боишься. Но ты встаешь и говоришь. Или ты включаешь микрофон в вебинарной комнате и говоришь. Вот это про лидерство. Сейчас я еще по пометочкам пройдусь. Так, лидерские сомнения. Вот я об этом хотел сказать тоже. Ты говоришь, что лидер, который без йоты сомнений и так далее. Это идеал. Вот это идеал, да. Это лидер, который не имеет ни йота сомнений, ведет за собой людей и все такое. Но у лидера бывают разные состояния. Бывают слабости. Бывают какие-то тупики. Бывают разочарования. Вот если Дейзи нам не будет давать прибыль полгода подряд, через два месяца пойдут первые разочарования. Какие-то лидеры начнут махать руками, какие-то возмущаться. По-разному все начнут себя вести. Кто-то будет терпеть, кто-то будет всех успокаивать, говорить. Мы же тут в долгую. Сидите, ждите и все такое. Лидеры ведут себя по-разному. Это не значит, что все лидеры будут говорить. Все хорошо. Надо подождать еще полгодика. Разработка делал такое. То есть такой гипноз, он свойственно определенному роду лидеров. Кто-то из лидеров скажет. Все пропало. Какая-то херня. Давайте найдем другую компанию. Или давайте там выйдем на Анну и скажем свои возмущения. Давайте хотя бы Илье там скажем свои возмущения. Чтобы он там с ним поговорил. Что это за безобразие. Типы лидеров, они разные. Но в любом случае лидер это тот, который может высказать свои сомнения, если они появились вслух. Но так, чтобы не люди засомневались. А чтобы он-то сомневается в чем-то, но в нем сомневаться нельзя. Вот в себе лидер сомневаться никак не должен. Кроме каких-то особенных случаев, когда он поплакался в жилетку. Свои сомнения в самом себе высказал спонсору. То есть наверх. Но вниз никак. Внизу ты должен быть как скала, непоколебим. Дашь слабинку. Слабинку надо уметь давать. Это уже другая фаза лидерства. Другой уровень. Другой левел. Когда ты можешь в инстаграме написать не только пост. Какой ты умный, хороший, красивый. Сейчас закрою инстаграм. Там офигеть какие все умные, хорошие, красивые. Выйдешь из подъезда посмотреть. А где они? Те, которые в инстаграм такие крутые все. В инстаграм все накрашенные. А тут иногда и накраситься не успевают. Ну и все. И получается фиг знает чего. То есть разная картинка. Глянцевый журнал и жизнь это разные вещи. А вот тот, который может себе позволить отрицательный пост о каком-то своем провале, о какой-то своей ошибке. Это уже особый левел. Но это человек сильный. Это надо так написать этот пост и так признаться, чтобы все подумали. Ничего себе. Он не побоялся в ресторане спросить, а сколько стоит фрикаделька с финтифлюшками? Значит, он сильный. Ему пофиг. Он не боится, что там о нем как-то подумают. То есть вот так выкручивается лидерство с другой стороны. Поэтому сомнения свойственны всем. Просто их надо правильно подавать. На правильном блюдце. С правильной каемочкой. Абсолютно верно сказал. В себе ни за что. Да. Лидер это тот, который в себе уверен. Надя же не просто так написала. Вернуть уверенность в себе. То есть проявить лидерство. Попытаться начать звать. Как-то позиционировать свое видение. Даже о Дейзе. Ты прежде всего даже не в Дейзе сомневаешься. А в себе. А могу ли я сказать. А если мне скажут нет. А если меня пошлют. А если меня посмеют. То есть это же не уверенность в себе прежде всего. Поэтому лидерство. Да. Это в себе ни за что. Ну как. Это же с детства идет у нас. Кто как обзывается сам так называется. То есть если ребенок уверен в себе. В своих силах. Если родители в нем уверены. Если в нем заложена вот эта железобетонность. То как его там не обзывай. Он обзываешься. Ну значит сам дурак. Как бы что. Да хоть обдразнись там. Ну то есть вот такая железобетонная уверенность в себе. Это и есть то самое истинное лидерство. Вот так наверное. У меня все. А у тебя все? Я там еще и есть слова написанные. А я посмотрел вроде не откончились слова. Ну давай смотри какое слово у меня есть. У меня есть очень крутое слово. Системность. Это то где дисциплинированность. Вот о чем ты говорила. Это относится к дисциплинированности. Вот здесь надо тебе сплясать там прям помощнее. Потому что это очень важные качества лидера. На самом деле да. То есть для того чтобы лидерство это было знаете как. Не просто там. Я просто таких людей очень много видела. Я много видела в сетевых компаниях лидеров. Которые знаете вот. Понты. Понты. Вот эти вот есть очень много всяких веселых поговорок насчет понтов. Но была знаете такая школа была школа сетевого. Еще в самом начале это были вот прям конец 90-х. Начало 2000-х. Эта школа шла вот самая первая еще самых первых компаний. Она была такая немножко. Она была другая эта школа. На других скажем так ценностях развивались люди. И один из один из скажем таких моментов чему научились тогда люди. Это вот это вот себя каким-то образом так красиво преподносить. Как на самом деле вообще не существует на самом деле пока что из человека скажем такого. Но вот за счет каких-то понтов, за счет каких-то слов, историй, рассказов о себе каких-то. То же самое, что в Инстаграм происходит. Вы знаете, что сейчас было время, когда в Инстаграм люди ставили красивые всякие картинки, посты. Там снимали в аренду красивые машины, квартиры, делали фотографии, показывали типа стиль жизни. Вот хочешь, как я, повторяй за мной и так далее. Вот эта вот понтлявость. Это, конечно, все это надувное, все это нарисованное, но все это не настоящее. На самом деле системность и дисциплинированность – это очень тяжелый процесс, который отрабатывает навыки настоящего лидерства. Почему? Потому что лидер – это прежде всего эффективность. Лидер – это прежде всего человек, который имеет реальные результаты. И вы понимаете, что эти результаты у человека, их можно даже не рассказывать, то есть их можно не показывать, их можно, ну, о них не кричать на всех углах. То есть эффективного лидера считывают на подсознательном уровне. То есть если этот лидер на самом деле эффективен, а эффективен – это когда лидер может достигать, сам достиг, достигает. Есть какие-то там небольшие победы, есть уже серьезные какие-то достижения победы, есть разница жизни до и после, да, что-то уже создано, какая-то вот граница между тем, когда человек начал этим заниматься. И вот, может быть, он и не достиг каких-то вершин, потому что многие еще говорят, мне нечего сказать, я еще типа вот только начал, то у меня нет какого-то результата. На самом деле, это отдельная тема, на самом деле, даже со вчера и на сегодня у вас, вы поставили 200 долларов в первый пакет, у вас уже есть разница между тем, что было вчера и есть сегодня. Вот. Дисциплина и системность. Системность – это когда ты не позволяешь себе хотя бы одного дня не сделать какого-то определенного шага, который бы продвигал тебя в твоем профессионализме. Системность – это когда у тебя на каждый день есть определенный план работы именно для тебя, именно лично для тебя, когда ты в своем развитии, в своем профессионализме, в своем движении к определенной цели. Определенная цель у нас всегда ее можно посчитать, да, мы знаем, сколько у нас должно лежать работать денег в ДЭЗе, чтобы мы чувствовали себя комфортно. К этому же надо как-то прийти, оно же само по себе не вырастает, то есть мы же не закопали с вами на поле чудес пять монет и ждем, когда дерево-то вырастет. Мы понимаем, что к конкретному результату могут привести только определенные действия. Так вот, системность, дисциплина действия каждый день – это тоже одно из отличительных черт лидера. Чем это отличается от других людей? Другие люди в ДЭЗе или в другой, ну мы о ДЭЗе говорим, да, другие люди, которые, ну, не делают заявку на лидерство, не претендуют, да, не ставят лидерских каких-то задач, люди могут это делать иногда. Иногда приходить на презентации, иногда с кем-то там поговорить, иногда выйти в зум, послушать какую-то запись, допустим, или поприсутствовать, соизволить там на каком-то зуме. Люди иногда там раз в два, в три дня, значит, могут зайти почитать чат, вот, а могут неделю не заходить читать чат, а потом позвонить наставнику и сказать, ну, что там у нас, какие новости-то у нас, что там у нас происходит? То есть так тоже можно, кто написал, где у нас устав, что так нельзя? Как бы да, как бы можно, вот, почему бы нет, заодно лишний повод пообщаться. Но мы говорим, чем отличает именно системного лидера от просто участника Дейзи. Системного лидера отличает дисциплинированность, системность во всем. Системность заключается в инструментарии, которые вы используете для своей работы, в инструментарии по папочкам, когда вы знаете, где, какие инструменты находятся. Вы следите за созданием новых инструментов. У вас всегда расфасовано по конвертикам, по папочкам все документы, все материалы, которые вы можете использовать для разных людей. Это для опытных, это не для опытных, это для инвесторов, это не для инвесторов. Это про компанию, это про реферальную, это видеоролики, это статистика, это архив какой-то, это канал. То есть у вас все систематизировано, все под рукой. Это называется системность. Каждый день обзванивать, общаться со своей командой, даже если вы не считаете себя лидером, у вас там есть 2, 3, 5 партнеров. Получать обратную связь, разговаривать о стратегиях, анализировать, как работают деньги и так далее. Это тоже системность. Присутствие на всех мероприятиях – это системность. То есть фокус, ваш фокус именно в том, что вы делаете в профессиональной деятельности, в своей, каждый день, какой шаг, сколько шагов, что сделано за неделю, что сделано. Потому что лидер анализирует свою работу исключительно по достижению, исключительно по результатам, по товарооборотам, по количеству денег, которые он зарабатывает, по тому, как растет его депозит и так далее. То есть если есть эти результаты, если есть эти показатели, тогда можно проанализировать, на каком этапе, на каком уровне у вас находится системность. И это тоже самое, это также сложно. Почему я говорю о том, что лидеров всегда мало? Почему я говорю, что в Дейзи самые бешеные деньги заложены лидером? Потому что это безумно сложно каждый день заставлять себя делать шаг. Это то же самое, что тысячи людей не могут заставить себя пойти в спортзал. А если заставили пойти себя в спортзал, то один раз ходили, в следующие полгода опять настраиваемся. Один раз начали что-то делать, вот с понедельника я начну учить язык, осваивать там еще что-то там, ну любое дело, любое дело, к которому мы готовимся, готовимся, потом что-то начали у нас не получилось, там учиться танцевать, читать книгу, заставить себя и так далее. То есть это на самом деле одно из самых сложных, заставить себя на протяжении, то есть жить в дисциплине, это безумно сложно. Вот я смотрю сейчас, у меня пацан занимается спортом, причем сейчас он занимается серьезным спортом. Сейчас он занимается уже на уровне Олимпийского резерва, школы Олимпийского резерва. Я вижу, как их тренирует и закаляет именно лидерству, именно лидерству закаляют тренера в безумно сложной физической нагрузке каждый день, когда все болит, а это дети, когда болят мышцы, когда хочется спать, когда на улице холодно, когда это вода бесконечная, там с хлоркой и так далее. То есть люди, которые прошли спорт с детства, люди до хорошего уровня, на долгие годы, с этими людьми не надо разговаривать о дисциплине. Люди военные, с ними не надо разговаривать о том, что такое дисциплина. Люди, которые были, я не знаю, профессиональными музыкантами, вот как я, допустим, с нами не надо разговаривать, что такое дисциплина. Потому что если ты не стоишь со скрипкой 4-6 часов в день, каждый день, каникулы, не каникулы, Новый год. Я помню, что однажды у меня была ситуация, знаете, какая в жизни? У меня мама была очень жесткой в воспитании в этом плане, очень. Она прям, но она до такой степени хотела, чтобы я не повторила ее судьбу, чтобы я получила хорошее образование. А в то время это ж надо было трудиться, в те годы, это сейчас мы можем в любое время, любое образование взять, и любая точка роста у нас мы можем в любом сегодня возрасте стать в любой профессии. В то время, не скажу, что это было 300 лет до нашей эры, но немножко время было тогда, когда все-таки в детстве образование определяло наше какое-то будущее. И у меня была ситуация однажды, у меня умер котенок, у меня умер котенок, прям вот на глазах у меня. И у меня была такая трагедия, я ребенок, мне там лет, наверное, 11 или 12, или 13, вот такой возраст. И у меня прям трагедия, я вся в слезах, я полдня прорыдала. Подходит мама и говорит, скрипку в зубе взяла и пошла заниматься. Я говорю, я не могу сегодня, я вся расстроена, мама. Ничего подобного, никто никакой слабинки мне не дал. И я как милая открыла ноты и стояла пилила. Вот. Мой педагог, мой педагог заставляла меня каждый день, есть у меня уроки, нет у меня уроки, каждый день заставляла меня приходить в музыкальную школу. Она на вахте тетенькам, которые выдавали мне ключ, давала задания, чтобы они записывали и отзванивались ей. Катя ваша пришла. Катя пришла, встала в класс и обязана три часа как минимум в музыкальной школе отрубить. Это школа еще была, это еще даже было не училище, не консерватория, это была школа, я была детем. Все там, кто-то на каникулах, кто на выходных, я занималась. Я занималась, и меня педагог просто вот так в ежовых рукавицах держала. Но догадайтесь, какого уровня были дети, скрипачи, и какого уровня была я. Естественно, что я по всем конкурсам ездила, естественно, что я забирала все призовые места. Вот и все. Вот и все. Кто-то гулял на улице. А это же адреналин. Когда ты забрела призовое место, тебя это еще больше заводит. Конечно, но ребенок, но человек в самом начале пока не достиг вот этой сладкой, сладкого ощущения победы, он этого еще не осознает. Поэтому сначала его приходится заставлять, а потом он втягивается, и уже включается момент самомотивации. Поэтому в плане, когда человек приходит в такой вот бизнес, допустим, где ты понимаешь, что ты без лидерства, миллион долларов ты не заработаешь. Больших результатов я имею. Я не говорю конкретно, что это должен быть миллион долларов. Для кого-то из 100 тысяч долларов это серьезный результат и очень большая победа. Для кого-то там просто 10-20 тысяч долларов регулярно в месяц это очень большая победа по сравнению с тем, что он бы сейчас там 15-20 тысяч рублей зарабатывал там пенсии, допустим. У каждого своя победа, и у каждого она сладкая. Но дойти до этой победы можно только за счет каждодневного труда, причем над собой. Не то, что люди вокруг козлы не понимают, я им говорю, они не понимают, и мне работать больше не с кем. Все, я пяти людям сказала, никто не услышал, все меня отправили туда подальше, и все, мне больше делать нечего. Как бы вот, ну, кому я позвоню? Некому. Там мероприятие в Дубае, да зачем мне это надо? Вот я сейчас все деньги там потрачу свои, нафига мне это надо? Я потом с записью все послушаю. А что там слушать? А что там на этих зумах? А зачем я буду на эти презентации ходить? Одно да потому слушать. Каждый раз одинаковая презентация. Зачем я на нее буду ходить? То есть вот эти все вещи, шаг за шагом. Вы понимаете, да, что дорога, она по развитию у нас идет либо вверх, либо вниз. Человек никогда не стоит в золотой середине. То есть либо развитие, либо деградация. Для того, чтобы двигаться вверх, вы же сами понимаете, должно быть давление, как крови. То есть есть сердце, которое качает эту кровь. Сама по себе она бегать не будет. Она застаивается, происходит застой крови, и потом проблемы со здоровьем. Для того, чтобы качать в себе профессионализм, для того, чтобы достигать результатов, нужно просто иметь нещадящую дисциплину к себе, только к себе. И это отдублицируется, это отразится в тех людях, которые будут вокруг вас. Слабые отпадут. Те, которые не смогут в вашем ритме находиться, они будут либо просто инвесторы, либо просто люди, которые, ну вот они же могут быть участники, не все же обязаны ставить перед собой такие амбициозные цели и двигаться куда-то там. Но те, кто на самом деле настроен, они будут дублицировать вас, они будут хотеть так же, как вы. Они будут повторять вашу настойчивость, вашу самоотверженность, вашу смелость. И они будут идти за вами. Но я уже сказала вот ту некрасивую фразу, да, чем детей делают. Но вы должны быть именно таким, вот таким жестким, вот таким стержнем внутри. Только в такой ситуации, только в такой ситуации проявляется лидерство. И выращиваются лидеры. То есть и у вас в структуре будут выращиваться лидеры. Вы будете делать детей только тогда, когда вот будете проявлять такую. Леш, ты на тему системности и дисциплины хочешь что-то еще сказать? Да, конечно, у меня там сколько пометок. А, это все на эту же тему? Это все, ну да, да, конечно. Давай. Ну вот смотрите. Как раз вот ты стала примерку это приводить про то, что, ну люди иногда говорят, что я им говорю, они там что-то не слышат. Вот пять человек оповестил и все, да. Вот, был у меня такой один, прям одно время даже друг. Это было не в Дейзи, это было 20 назад, я тогда был в сетевой компании, продуктовый. Вот. Очень сильный потенциальный человек. Он, у него прям, я это называю человек с большой задницей. В том смысле, что он стройный, все в порядке с этим местом. Я имею в виду, что усидчивость. Когда настойчивость, одинаково, каждый день он готов выходить, там раздавать листовки, условно скажем, да. Ну тогда это было так, да. Вот. И вот его любимая фраза. Он был там, ну, ранга ниже среднего. Хотя мы с ним, ну, одинаково примерно начинали по времени. Только я был президент, уже книгу написал о сетевом бизнесе. А он вот, ну, было у меня, вот в первом поколении, там одним из, там, ну, директор это называлось, обычный директор. Под ним был еще один директор, все. А подо мной там было 76 директоров или, не помню, уже больше ста. И вот у него все время было одно и то же. Как, говорил он, люди не могут понять, как это классно. Вот эта компания, вот эта возможность, вот такое. Я им объясняю так, объясняю сяк, пляшу перед ними, там, показываю это. Листовки нарисовал, это сделал, так на презентацию показал, все объяснил. А у него внутри, внутри сидит, нелюбовь к людям. Он их ненавидит за то, что они, он им это вот все объясняет. А они тупые такие, нихера не понимают, вот куда он их зовет. Дело в том, что у нас в светилом бизнесе у всех есть, ну, если мы кого-то привлекаем, одна и та же черта. Мы считаем, что здесь классно, и именно поэтому мы привлекаем. Если мы не считаем, что здесь классно, но мы никому ничего не скажем. Ну, если только это не жульничество какое-то, да, там, затащить куда-то там и так далее. Вот, мы же здесь все откровенно считаем, что там Дэйзи, это классно, и поэтому мы привлекаем. У меня даже бывают периоды, там, когда прибыль опускается, я не считаю, я начинаю не считать, что Дэйзи, это классно. В моменте, по крайней мере. И у меня, как бы, желание пропадает привлекать, потому что я не могу наступить на горло своей песни. Я люблю привлекать, когда у меня там душа поет, да. А этот Олег, вот его все устраивало в компании, все логично, все прям вот, ну, вы ко мне идите, подписывайтесь, и я буду богатеть. Так и вам это хорошо, вы тоже будете богатеть, вы тоже делаете, как я, но у него вот этот вот внутренний вот жучок такой сидит. Он на самом деле людей не любит. На самом деле он в них не верит. На самом деле он им даже не доверяет, не то что не верит. И вот это вот, на самом деле, обратная сторона того, что он не любит себя, понимаете? И что он не уверен в себе, на самом деле. И вот это внешне, когда разворачивается это качество, оно проявляется так, ты отталкиваешь людей. Ты когда рассказываешь людям о возможности, какая бы она ни была хорошая, ты их на самом деле отталкиваешь. Потому что ты соблюдаешь свой интерес. Ты думаешь, вот сейчас я этого дурака привлеку, тот сейчас начнет делать объемы, и мне будет хорошо. И это вот в почерке Олега его чувствовалось. Чувствовалось, что он приходит к людям и говорит, это он как бы заученные фразы, вот все вроде правильно, логично. Вот казалось бы, ну, все логично. А почему люди не идут? И он сам возмущается, все логично, все красиво, все замечательно. Почему люди не идут? И я так и не смог ему донести, почему. Мы просто с ним расстались, там, и все такое, и все такое. И как бы он успешно нигде не всплыл. Ну, вот такое бывает. Поэтому наблюдайте за собой. У нас такой бизнес. Мы не можем быть боссами, понимаете? Которые приказывают. Хорошо ты, Катя, сравнение-то, да? Предложила нам босс и лидер. Мы можем быть лидерами. Мы можем быть лидерами, за которыми идут. Которые зовут, за которыми откликаются. Мы не можем сказать, так, подписывайтесь, тут все становитесь пейсеттерами, потому что я тогда стану пейсеттер-лидером. Поняли, да? Тебе надо быть пейсеттером. И ты думаешь там про себя при этом. Потому что я буду пейсеттер-лидером. Нет, мы соблюдаем интересы людей. Мы должны людей любить. Вот тогда мы пойдем. Но, может быть, это не совсем в тему самодисциплины, Катя. Это, наверное, в тему настроения. Но так как ты упомянула этот случай, там, с пятью, которые кончились, да? И все, и как бы мое дело сделано. Все, не представляете, как я всем рассказала и так далее. Но Олег не из тех, кому пятью людям сказал и все. Он всем говорил. Но, видите, здесь есть еще одна такая штука. Ты можешь всех оповестить, всем сказать, но не попасть в точку. Поэтому ты говорила еще одно. Ты говорила, что лидер – это тот, кто судит по результату. Лидер – это кому нужен результат. Ведь можно же выйти на улицу, раздать листовки. Опять условно это говорю. Можно выйти в интернет и раздать посты в соцсети. Это то же самое. Ну и как бы поставить галочку. Я сегодня оповестила 10 человек. Все, я свободно. Пойдем есть шашлык. Но это не результат. Это действие, которое ты сделала. А результат где? Результат – это инвестиция. Там тысяча долларов. Вот сейчас у нас на билдеров 8 тысяч долларов хотя бы. Пять человек в Дубае. Вот результат. Значит, соответственно, ты копаешь отсюда и до обеда. А обед – это именно результат. А не до забора. Это когда ты 10 листовок раздала. Работает лидер до результата. И ложится спать он тогда, когда он… Это не обязательно галочка на инвестицию какую-то. Он может сегодня и не привлечь инвестиции. Такое бывает. Как бы отсутствие результата, скажете вы. Но он внутри почувствовал, что он посеял зерна тем, с кем он поговорил. Он завтра договорит. Понимаете, да? То есть все это в нормальной степени. Не обязательно не ложиться спать, пока ты там 8 тысяч не привлечешь. Можно с утра встать и сказать, пока 8 тысяч не привлеку. Все, спать не лягу. И 7 бессонных ночей, например. И в таком состоянии ты ничего не привлечешь. Нет. Результат – это когда ты внутри почувствовал, что да, ты сегодня действительно поработал. Ну, не обманывая себя. Там не для галочки поработал. А действительно, если результат – ты чувствуешь, ты понимаешь, что то, сколько ты сегодня с людьми поговорил, они вложатся. Просто надо… Ну, есть такое понятие, как вездение клиента. Все, клиент на крючке уж, простите за такое выражение, да. Дальше надо подсечь и вытащить. Это же как ловля рыбы у нас клиента. Вот, введение клиента. Все. Если ты закинул лодочку и подсек – это результат. Если не подсек – ищи следующего до результата. Вот об этом ты, наверное, я думаю, Катя говорила. Катя говорила, что лидер – это тот, кто идет до результата. Да. Они ставят галочки. Результат – это самое главное мерило для того, чтобы понять, на что ты тратишь время свое. То есть, что ты делаешь в этом бизнесе. Или ты правильно там написал, или ты создаешь имитацию бурной деятельности. То есть, показатель результата – это для тебя твоя шкала, твоя мерило. И, знаете, однажды, когда я только еще училась, я была, опять же, на ночном тренинге. На закрытом ночном тренинге. Всю ночь у нас был тренинг. У меня уже там, я думала, кровь из носка пойдет. А сама еще учили. Да. Вы знаете, я помню, что тренинг шел, наверное, часов в шесть. И это был, ну, это был уже долларовый миллионер. Это было очень… Я вообще не поняла, как я туда попала. Это была совершенно случайность. И я слушала и глазами, и всем, всем, всем. И боялась вдохнуть. Сидела на полу с огромной тетрадью, писала за ним все. Вот. И это было прямо самое еще начало. Мне там было, наверное, лет 25-26. И я, представляете, я с этого, со всего тренинга запомнила только одно. Он мне… Он… Я запомнила, что он сказал, если вы сами ни разу, никогда не создадите зал, не встанете, не соберете зал и не встанете перед этим залом, и не проведете самостоятельно презентацию, ничего не будет. Ничего не будет. То есть там 6 часов тренинга, там много чего я записала, но эту фразу я помню до сих пор. И я выехала домой, это было в Москве. Я выехала домой, и я впервые трясущимися там ногами, там руками, всем-всем-всем остальным, я собрала там, начала собирать потихоньку залы. Сначала это были небольшие залы. Я брала на себя ответственность, облатила аренду своих денег, потому что собрать не могла. Я собирала людей, делала какие-то билетики и так далее. В общем, я там как могла, как понимала, это делала, но это были первые шаги проявления моего тоже такого вот лидерства. И когда я начала это делать, я это взяла в систему. Не только в Новосибирске, вообще по Сибири. В Томске начинала, и в Новосибирске делала, и я много где делала потом. Но начинала с Томска, начинала с Томска. И это было... Потом я это начала делать раз в месяц, потом делать раз в неделю. И потом для меня это стало естественным процессом, естественной нормой работы для того, чтобы... И это, конечно, оттачило. Сначала это было коряво, это было, может быть, скажем так, не очень профессионально, не очень уверенно, может быть, не сильно там, но на том уровне. Знаешь, есть такое выражение. Да простит нас Бог за наших первых партнеров и за наши первые презентации. Да, но на том уровне тех людей, которые на тот момент уже пошли и начали слышать меня, это было прекрасно, я так считаю. Это было очень хорошо. И с этого все начиналось, но это было толчком, на который я сама себя заставляла, преодолевая тоже страх, как оно пройдет, будет, не будет и так далее. И вот с этого все это начиналось, это опять же все к системности, потому что помимо того, что мероприятия, которые проходят, зумы, значит, на земле мероприятия, мероприятия компаний и так далее, они не просто так продуманы, мероприятия делают этот бизнес. Именно мероприятия делают этот бизнес. Вы знаете, что есть определенные законы становления, развития любого бизнеса. Возьмите «Газпром», возьмите, я не знаю, добычу золота. Любое дело, технология изготовления, везде есть свои технологии, везде есть свои законы. Вот один из законов развития нашего профессионального дела – это мероприятия, не ежедневные разговоры с людьми, а они должны обязательно стекаться к мероприятиям. Сначала маленького, местного уровня, потом, скажем, регионального уровня, обязательно уровня международного компаний. И эти мероприятия должны быть отправными точками. С одной стороны, это точка для анализа, чтобы провести, как от мероприятия до мероприятия прошел какой-то период, что ты сделал, какой результат, сколько людей, какой товарооборот, на какой уровень денег ты вышел, как у тебя депозит вырос, какой у тебя пассивный доход. То есть ты полный анализ делаешь того, что у тебя. И плюс планирование до следующего мероприятия. И когда ты от одного мероприятия до следующего мероприятия поставил все определенные планы, уже между этими мероприятиями уже существует ежедневная, рутинная, системная работа, чтобы уже ты на следующем мероприятии мог сказать, о, я за эти два месяца вот это сделал. Я вырос вот на 15 сантиметров, я выше стал, я толще стал, я там закалился, у меня там броня появилась, еще что-то. У меня там два лидера приехали потенциальные. Только начинает, но они уже появились, они уже просолились, они уже поняли, они загорелись. Следующая задача мне этих лидеров уже с их результатами привести на мероприятие. Помочь им достичь результата. И на следующем мероприятии я с результатом, и они с результатом. И так далее. То есть вот в этом системность должна, но она, вот эта большая дорога, она не сложится, если вы не будете каждый божий день заставлять, и все опять к тому же, заставлять. Ребят, заставлять. Я еще раз говорю, большие деньги, большой бизнес – это пахота. Никто не сказал, что в сетевом бизнесе деньги валятся с неба. С продуктом вы работаете, с шампунем вы работаете, с криптой вы работаете, без разницы. Если мы говорим о бизнесе, если вы не просто инвестор, у которого есть миллион долларов, он положил, и счастлив на дивиденды, у него есть другой бизнес. Если вы не из этой сферы людей, то реальный бизнес – это пахота, это реальная пахота. Это надо заставлять. Если вы этого не хотите делать, по крайней мере, здесь вас за это не уволят, никто вам двойку не поставит, никто вам выговор с расстрелом не внесет в личное дело. Но, по крайней мере, тогда нужно определиться, тогда нужно договориться самому с собой и не ныть, что у меня там нет результатов, потому что Форекс хреново работает. Или там доходности, или еще что-то. Дело вообще не в этом. Мы с ребятами в Новосибирске работали, и на Zoom я это говорила, и вот сейчас мы встречались, я говорила. Обратите внимание, всегда во всех проектах, хайпы, не хайпы, классические, не классичные, продуктовые, товарные или финансовые, всегда есть. Очень маленький процент, которые заработают денег и заработают много. И огромная армия, которая этих денег не заработает. У этой армии будет виновата компания. А у этих людей, которые зарабатывали, будет огромная благодарность. Нет, еще бывает, у людей есть выбор. Они выбирают иногда, что виновата государство, которое закрыло компанию. Это песня про белого бычка, это без разницы, но кто-то виноват, кто-то. Не то, что ты, а именно кто-то. Это то же самое, что лыжня плохая, что лыжню такую проложили, я 17-75 место занял. Там растоптали лыжню, там вот мальчик пробежал валенками, наступил на лыжню, и все, из-за этого я медленно пробежал. Вот еще один моментик такой есть, который я тоже хотел заметить. Он мне кажется очень важным, просто мы уже 17-14, час, час с четвертью почти вместе. Пора подводить итоги, что называется. Но вот я хочу заметить такую вещь. Вот мы с вами говорим про лидерство. Нам же выгодно найти золотых кораблей, которые сами плывут. Но мы об этом говорим. Но в этом бизнесе так успешно работает такая стратегия. Когда ты нашел лидер, лидеров найти проще. Нет, не скажу проще. Выгоднее, чем взращивать лидеров. Потому что когда взращиваешь, ты их больше временнее. А то готовы, конечно. Но вот по поводу взращивания лидеров, просто пару слов хочу сказать. Я как отец шестерых детей, имеющих отношение к взращиванию еще большего количества детей, могу сказать, что в сетевом бизнесе... Это очень перекликающийся момент взращивания детей и в сетевом бизнесе лидеров. Есть такое выражение... Как же мы это говорили? Не клуша, а... А, мать-свиноматка. Это когда ты бегаешь, всех покормишь, этого покормишь, этого покормишь. А, тебе сейчас я презентацию для структуры сделаю, тебе сейчас я сделаю материальчик, давай вот сейчас я Zoom провожу, зови своих и так далее. То есть, когда ты всю работу взваливаешься на себя. А тебе я вообще сейчас людей подпишу. У тебя не получается подписать? Подпишу! Сейчас тебе... Сколько тебе надо? Три, нормально? 24, 25 центра. Сейчас этим семь подпишу. Семь подписала, а что ты потом не подписываешь? А, ты ждешь, когда я восьмого подпишу. И вот начинается это, понимаете, свиноматка. Это когда ты такая большая жирная свинья, которая все может, да, у которой куча молока, куча энергии. Вот сейчас я всех накормлю, всех обогрею. Так лидеров не растят. Так же и детей. Если детей поместить, они меня не слышат сейчас, в тепличные условия, но, скорее всего, даже если там есть лидерские задатки, вы их как бы немножко подзадержите, так скажем, в лидерском развитии. Поэтому лидеры это те, ну, как взращивать лидеров в своей организации. Надо создавать почву. Вот как мы сейчас проводим вебинар, говорим, кто готов выступить, да. Кто готов сказать, если мы вот сейчас сами там все выскажемся, вот все-все-все-все-все, все-все-все, все-все-все, то как бы, ну, что тогда, о какой им лидерстве там речь идет, да. Лидерство это когда мы прямо здесь вот сейчас на вебинаре вам говорим, поднимайте микрофон и говорите, что еще добавить вы хотите к нашим монологам, да, потому что мы-то с Катей, как бы в Дейзи уже лидеры. Ну, в Дейзи уж точно. Вот, но тут же задача, какая у нас сегодня школа, посвящена лидерству, чтобы вы проявили лидерские качества. Вы-то сюда, если пришли сегодня на эту тему, наверное, что-то про себя хотите узнать. Поэтому, в общем-то, надо сказать следующее. Оттожмите кнопочку микрофона, вот у нас пару человек уже есть, которые это сделали, и скажите по лидерству что-то. Про себя что-то расскажите, про какие-то неудачи может расскажите, про успехи еще лучше, если. И вот это и будет лидерство. А остальное все, ну, послушали, ну, да, хорошо, ну, понятно, ну, ладно, да, 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 да. И все, а дальше-то что? Действовать-то как будем? Давайте каждый по одному слову скажет, как вы считаете, какое еще есть качество у лидера. Если Алексей предложил еще раз отжать микрофон и просто назвать, чтобы мне это было недолго, просто одно слово, которое отличает лидера, как по-вашему. Да, просто не напишите, а скажите его. Вот не побойтесь, скажите, а еще лучше камеру включите, чтобы выступить в полный рост, что называется. И скажите просто свою фразу, одно предложение, одно слово, о качестве лидера. Вот, может быть, что-то из того, что мы говорили, затронуло, да, вот, чтобы хотелось вынести, потому что сказано много, но есть вот какая-то с того семинара, там, вынесла какую-то основную, одну мысль, да, которая как драйвер вперед затащит. Раз-раз. Красиво. Так, мужчины пошли. Слышно, да? Да, Владимир, здравствуйте. Да-да-да, вас приятно слышать. Конечно. Алексея Кохлатова отдельный, как говорится, респект. Я Екатерине тоже. Знаете, вопрос такой даже, да, не то, что там про лидерские качества, а в Новосибирске, я сейчас вообще в Братске, да, в Рыкутской области по делам, в Новосибирске будем, например, 5-6 человек вместе собрать и пообщаться, или на это возможно будет, где-то в кафе, может быть, или как-то. Смотря в каких числах вы будете, конечно. Нет, я сам живу в Новосибирске, в Новосибирске, просто мотаюсь по России, да. Конечно, конечно. Да, я есть, да, ага, окей, тогда как бы ваш контакт тогда? А вы в Телеграме можно нас найти? Вы в чатах есть каких-то? Ну, в чатах есть, во всех, ну, в официальном чате. Я вообще в структуре Андрея Жарикова, знаете, наверное, да? Я знаю. То есть, да, он после меня, точнее, сначала Евгений Воробьев, потом как раз Андрей, потом я. Катя, ты в каких городах сейчас будешь в ближайшее время? Я в ближайшее время сейчас буду на этой неделе 3-4 в Красноярске, потом в середине ноября я буду в Москве, где-то числа 15-го, 16-го, 17-го. И потом мы хотели еще заехать где-то в районе, наверное, 20-го получится в Питер, где-то 20-й, 21-й, вот так. Вот вам ассортимент. Да, это все в ноябре. Но если в Новосибирске, я вам написала сейчас логин в Телеграме свой, напишите, мы обязательно встретимся. Мы вот проводили на этой неделе с ребятами, собирались два дня, работали, у нас были и тренинги, и презентации, так что мы и дальше это будем делать. Так что... Окей, окей. А Ульяновск, Москва, Питер тоже, как бы, да, есть команда, чтобы там встречаться и там с людьми тоже, с местными общаться. Везде есть, просто задача в кучу собраться, потому что мы после пандемии все привыкли работать онлайн. На оффлайн мы очень мало собираемся, но я вам так скажу, что оффлайн еще никогда в жизни не заменил онлайн. Это совершенно все равно по-другому все работает и действует, поэтому оффлайн надо делать чаще. Пусть по 5-10 человек собираться, потом по 15-20, это все будет расти. В залах надо собираться, потому что энергетика другая, понимание другое, решения у людей другие. Потому что через экран, вот даже сейчас мы говорим, возьмите микрофон, и людям тяжело. А когда люди в зале, уже между собой, это совершенно другая атмосфера. Вы правы, вы правы. Я сейчас просто, почему, извините, я сейчас, Алексей, я сейчас в зимовье, просто здесь охота идет. Я тут как бы в темноте, поэтому я видео не включаю, зачем вам это надо. Я просто на... Мы видим как раз в темноте, вот галстук у тебя отсвечивает, а остальное темно. Нормально. Спасибо, Владимир, спасибо. Молодец, Алексей, да, вообще, спасибо вам за ваш позитив. Хорошо, окей, тогда я сейчас логин скопирую и будем на связи. Да, в храните и в телеграмме, хорошо, хорошо. Ребят, кто-то еще возьмет? Ну, давай уже не будем... Подожди, подожди, кто-то еще возьмет? Давай, давай, я скажу. А, Нина, давай. Так, вот я считаю, что одним из качеств у лидера, которое должно быть, это упертость, умение идти до конца. Потому что на пути к результату, к цели, всегда какие-то возникают препятствия. Да, вижу цель, иду к ней, да. Да, вижу цель, не вижу препятствий. Вот, поэтому это вот, ну, я, по крайней мере, для себя считаю, это одним из таких вот главных показателей. Да, очень хорошее. Это очень хорошее качество, быть упертым, идти до конца, не сдаваться. Спасибо, Нина. Это важно, надо бить в мерная капля камень, то что, да, то есть надо до тех пор стукать, пока тебя не откроют. Как-то так получается. Давай мы не будем больше ребят мучить и заставлять их брать микрофоны, ну, не хотят и не хотят. Давайте я просто прочитаю напоследок, вот последнюю секунду, прочитаю еще несколько качеств, которые я считаю, выписала себе на бумажку, которые я считаю, что должны быть. А вы послушаете, может быть, какое-то вот качество, вы подумаете, а вот это вот, да, вот это надо будет вот прям завтра с утра начать развивать. Как это завтра с утра? Прямо сейчас, пока вечер не наступил. Так, значит, смотрите, обучаемость, мы сейчас не будем разбирать каждую, на каждую можно конференцию на три часа устраивать. У нас в четверг продолжение, да, в четверг еще продолжение. Анализ ошибок и проанализировали и движемся дальше вперед. Дисциплину мы уже сказали. Позитив, то есть стараться все-таки позитивно смотреть на мир, что бы ни происходило. Новаторские взгляды, коммуникационные навыки, которые нужно тоже отрабатывать и нарабатывать. С ними никто не рождался, это точно. Умение решать проблемы, способность вдохновлять людей, ответственность и грамотное применение мотивации. Вот такие я себе написала. Я бы добавил еще умение хорошо выглядеть. Это да. Это да. Спасибо. Это да. Ну, давайте, наверное, на этом закончим. На самом деле тема такая, она, я говорю, и философская, и она заставляющая, скажем так, много что в себе думать, находить. И в то же время она, ее можно по-разному разбирать. И есть очень много разных игр и тренингов, и тренажей в плане лидерства, и всяких тестов. И, в общем, тема в любом случае нужная. Почему? Потому что, еще раз говорю, в Дези заложены очень серьезные, большие поощрения, которые может абсолютно каждый достичь и изменить полностью нашу, скажем так, финансовую составляющую личную. Но чтобы ее достичь, Дези, вся наша модель заинтересована в очень больших лидерствах, в очень больших проявлениях. Иначе мы эту модель не вывезем, не вытащим, не достигнем того результата, потому что борзая цель, борзая, очень, скажем так, дерзкая цель у всей компании стоит. Многие хи-хи-ха-ха, ребята, многие считают, что видали-плавали, что никуда не достигнет того, что мы ставим, того, что мы заявляем. А мы это достигнем только если будем все вместе и если будут проявляться вот такого уровня лидеры. Так что, ребят, спасибо всем большое, кто был сегодня. А можно вопрос? Можно напоследок, пожалуйста, Катерина? Да, да. Любой лидер толкает всех локтями и задает свой вопрос. Так что, да, Лаврик, давай. Алексей, вопрос такой, тут просто связи с разъездами, тут у меня вот сегодня человек на полмиллиона зашел, да, как бы тут на днях на 300 тысяч, тут еще на миллион корячится. И, в общем, вопрос такой, сейчас вот Дези, ой, то есть расклад 90 на 10, у нас заканчивается завтра, получается, правильно? Верно, верно. Все, потом 85 на 15 пойдут пакеты. Да, на 5% меньше. Да, и они будут у нас длиться до какого? До февраля. 85 на 15 ноябрь. Как будет в декабре расклад, неизвестно. Пока неизвестно. Моментумы именно. Пакеты будут до февраля, правильно. А именно моментумы в ноябре 85 на 15, как будет в декабре, еще не знаю. Да, может быть такое, что вот объявлено 85 на 15, может быть такое, что в декабре скажут, а мы решили, вот. Вот, поэтому на ноябрь точно 85 на 15. Я знаю точно, что 90 на 10 уже не будет, ни в декабре, ни в январе, то есть это последний октябрь, 90 на 10. Да, 90 на 10 навсегда исчезает, да. Потом, получается, у нас пока что под вопросом ноябрь полностью 85 на 15, декабрь под вопросом, а вообще краудфандинг закрывается, ну, по крайней мере, анонсировано. Он вроде бы раньше там обещали, да, на IPO, хэдж-фонд, но что в феврале он вообще краудфандинг закрывается. Мы ждем, он закроется тогда, когда закроется, мы даже про даты не будем говорить. Они хотят к февралю сделать, но как получится, потому что это очень сложно, то, что они, они опять же делают, я же говорю вам, что наша модель, она слишком крутая. Они делают формат хэдж-фонда децентрализованный, такой, который еще никто не сделал. И сделать его прозрачным, белым и правильным сразу, чтобы без исправлений, очень сложно. У нас очень много стран задействовано, очень много разной юрисдикции, очень много всяких нюансов. Многослойная очень система. И сделать именно юридически, на основе лицензии инвестиционной, вот так, чтобы потом ни один регулятор нас не смог закопать, это очень сложно. Поэтому они могут до февраля и не уложиться, поэтому мы не говорим про какие-то. Они очень хотят запустить в феврале, когда у нас будет мероприятие. Но когда это реально произойдет, когда произойдет, тогда произойдет. Цель? Как закончат, как будут готовы. Так что вот, Леша, спасибо тебе большое за встречу. Ребят, спасибо всем, кто стабильно, каждый марафон с нами на мероприятии. Я вообще считаю, что я так всех запоминаю, кто постоянно на марафоне. Я прям регулярно запоминаю. Вот, поэтому я думаю, что когда будет у нас предновогодняя встреча, а может быть, когда мы встретимся все вместе в Дубае, мы обязательно с теми, кто был с нами постоянно онлайн, а не в записи. Да, Алексей, мы что-нибудь придумаем. Точно. И тем более, если ты на карандаш берешь. Да. А у нас же съемки, у нас же видеозапись. Я потом всех отслежу по камерам, кто был. Все сохранено в архиве. Ребят, поставьте, сегодня просто важная такая встреча, она обширная, по десятибалльной шкале сейчас очень важная. Потому что я понимаю, что большинство зашло, видно по отзывам вашим, да, но может быть, есть кто-то, кому-то на семерочку, на шестерочку, как-то вот так вот. Просто чтобы обратную связь иметь. Слушай, неужели ты думаешь, кто-то поставит нам меньше десяти? Ну, ребята, не будут. Я прям призываю. То есть, но обычно, если ставим 9, там 8, то обычно я еще прошу хотя бы писать, чтобы улучшить. Миллион. Она миллион поставила. В общем, семь десяток уже есть, да. Ну, очень теплый отзыв. Почти на долю билдеров нас убирали. Кать, в четверг у нас будет продолжение лидерской темы. У нас будет лидерская тема, так как у нас это тема лидеров. Но у нас будет либо гость какой-то, либо мы будем продолжать сами, посмотрим. Скорее всего, у нас будет гость. И, скорее всего, даже не русскоязычный. Да, скорее всего, да. Катя, ты не забывай, что в четверг мы едем в Красноярск с тобой. А мы что, в четверг уезжаем? Да. Ну, тогда будет гость. Леша, будешь ты. Леша, будешь ты, если что. Так что... Ну, да, слава богу, в четверг я вроде как не намечал ничего. Ну, а ты с поезда тоже там пять копеек своих ставишь. Ну, было где же ты там... Да Катя ей три рубля ставит. Ну, все, ребят, всем хорошего вечера. Всем хорошего завершения месяца. Дерзайте до последнего. Не отступайте. У кого получается, не получается, у вас целые сутки до конца. Поэтому все возможно, все невозможное. Ставьте перед собой эту задачу и выполняйте. Получайте результат. Результат. Вот. Не обращайте внимания на то, что там была доходность, не была. Предыдущие какие-то у нас снижения. Предыдущие доли билдеров еще пока себя не показали. Всему свое время. Все будет. И вы потом скажете себе спасибо. Так что давайте, добивайте. И я вам скажу еще, ребят, что вы большие молодцы. Потому что обычно, когда делаешь опрос в конце, отвечает процентов 30-40. А у вас сейчас в 65 где-то, по-моему, процентов ответили. Из всех присутствующих. Вот сколько десяток. Ниже десяток нет оценок. Но прям активность большая. То есть чувствуется, что действительно лидерская позиция у вас. Это прям классно. Здорово. Все. Завершаем. Пока. До встречи. Пока. Пока.